Крутые продавцы, они ищут причины, а обычные торгаши, они просто работают по потребности. Кто дал мой номер телефона? Что вас бесит в продавцах? Современные, новые маркетологи, да, то есть они вызывают эмоции. Человек покупает у того, кому доверяет, и тот, кто помогает решить какую-то проблему. Что делают наши, почему ценность плохая? Они моментально говорят, о, слушай, брат, забери тогда в два раза дешевле, а еще вот я тебе сверху это дам, то есть они моментально обесценивают себя. Вот что делать сетевикам? В мелком бизнесе люди работают, я это называю как-то. Это называется программа долга, и вот на постсоветском пространстве она у нас у всех стоит. У меня многие клиенты приходят, говорят, Саша, спасибо, слушай, благодаря тебе, например, я вот сейчас семью могу позволить там три раза в год свозить куда-нибудь там на Мальдивы, раньше не мог. Быть честным, это, знаете, игра в долгую. Вы создали 350 отделов продаж, как это возможно? К сожалению, у нас в стране есть мало компаний, которые понимают, как эта система выстроена. То есть у нас вообще, если на бизнес казахстанский посмотреть, разрыв очень большой. У нас есть крупный, сверх крупный бизнес, потом огромная дыра, и потом есть мелкий бизнес. Вот если взять крупный бизнес, у них система вся выстроена, в мелком бизнесе люди работают, я это называю как-то. Вот, то есть для них, в их понимании, отдел продаж, это вот ты нанял продавцов, все, они как-то работают. Только начинает в компании какая-то начинаться там поток клиентов, то есть эта модель становится неуправляемой. Поэтому там за 13 лет уже опыта, да, я насмотрелся там на эти отделы продаж, то есть выработалась определенная система, которая в принципе мультиплицируется легко на другие направления. То есть одни и те же алгоритмы? Абсолютно одинаковые те же алгоритмы, просто люди берут, повторяют эти инструменты, и вот он результат. Нас же не учили продавать, да? Вам сколько лет? Мне сейчас 34. То есть вы заставили, да, Советский Союз, и можно сказать, что вы... Ну, я и развал застал Советский Союз. Ребенок Советского, Советских родителей, да? Точно. Которые говорят, так, дорогой мой, лучше отдай, если просят, да? То есть деньги, большие деньги, большие проблемы, там куча всяких разных утверждений и убеждений, да? Особенно касательно продаж много убеждений, потому что я когда помню уже сознательный свой возраст, когда рос, родители как раз занялись торговлей, потому что работы не было. И они там растили скотину, потом забивали, мясо продавали. Я помню, вот приедем на базар, а на базаре у нас там напротив, я родом с города Текили, и там огромная надпись была «Спекулянты и матом», в общем, продолжение. И вот ты как бы уже читать-то умеешь, маленький, и ты понимаешь, так, моя мама сейчас продает, она что ли вот такая вот, и вот какое убеждение в голову засаживается. Я помню, когда в 2008 году в продажи пошел, мне очень стыдно было вот брать деньги вот с людей, прям вот ты берешь деньги, ты думаешь, что сейчас что-то тебе за это прилетит, что-то за это будет. Уже в будущем, когда я копал, вообще у меня на протяжении всей моей истории бизнеса, у меня проблемы с тем, что брать деньги. До сих пор? Сейчас, слава богу, этого нет, потому что я научился с этим работать, теперь я в этом плане еще и другим людям помогаю. Но корни, они все оттуда идут, с глубокого детства, то есть там стыдно брать деньги, еще нехватка денег. Я помню, очень сильно себе когда-то что-то хотелось, позволял там у мамы бумажечку стырить, и один раз мама меня с этим поймала, вот этот стыд никогда не забуду. И потом я проследил, что оказывается вот эта ситуация, она стыкуется со всеми ситуациями в будущем. И вот я прям помню, подписываешь контракт, и ты ждешь наказания за то, что ты взял деньги. Вы помогаете с этими убеждениями прощаться? Сейчас, да, оно как бы получалось изначально неосознанно, то есть у каждого человека есть способности, да, дар, предназначение, как это назовем. У меня всегда получалось с человеком, когда я работаю, просто даже общаемся по продажам, подход мышления меняется, то есть я не понимал, как это работает. И у меня всегда был вопрос, почему у других работает, на мне почему не работает, как мне помочь, самому себе это. Вот, сейчас как раз таки с этим я помогаю другим людям. Но чтобы кто-то помог мне, нужен другой человек. То есть, к сожалению, там с мышлением, с подсознанием, сами с собой человек работать не может. Я думаю, что все, кто сейчас смотрит наш эфир, имеют такой запрос. Всем хочется быть дороже, да, всем хочется повышать свой ценник на свои услуги, да, на свой товар. Но всегда как будто бы неудобно. Вот как вы говорите, что подписываешь контракт, да, там получаешь деньги, и как будто бы где-то неудобно. Это называется программа «Долго». И вот на постсоветском пространстве она у нас у всех стоит. Вот ты не можешь взять что-то себе, ты почему-то должен отдать это другим. И при этом вот ты наблюдаешь, человек сам несчастлив, он последние копейки отдает за тростиночку, берется, но другим он, блин, помогает. При этом в душе-то он обижается сам на себя. У нас у всех есть внутренний ребенок, кто говорит, слушай, ты почему-то... Знаете, мне это всегда напоминает, помните, наша Раша, да? Я из соседнего подъезда. Здорово, Путин. Мы тут решили ненужные вещи всем домом собрать, ну, чтобы помочь бедным детям. У вас есть ненужные вещи? А ну, Петька, подними-ка руки, давай-ка. Подними-ка ручки-то, оп. Вот. А нам, может, и не новое, зато хорошего качества. Ну и вот еще. Нет, Коля! Ладно. Спасибо. Ладно. С этим можно бороться. С этим нужно бороться, потому что на самом-то деле внутри-то ты несчастлив. Ну, у нас у всех внутри живет ребеночек, который вот он хочет, чтобы на него обратили внимание, чтобы ему додали. И вот я всегда задаю вопрос с клиентом. Я говорю, можешь ли ты, вот ты хочешь помогать всем вокруг, да, своим родным, близким, можешь ли ты, будучи несчастным, сам сделать счастливым вот рядом свою семью и так далее? Естественно, нет. То есть ты транслируешь там боль какую-то, хотя ты, может быть, помогаешь. Теперь, если ты наполнил себя, ну, как бы ты счастлив, ты же, естественно, это транслируешь на других. Вот. А в этом у нас затык. И с этим нужно и можно работать. Как раз-таки вот на индивидуальных разборах мы с этим и разбираемся. То есть я показываю человеку взаимосвязь, как там в три года, когда что-то он недополучил, но теперь в 34 или в 35 лет на него влияет. Меня, знаете, что всегда удивляет, что люди, как-то вот людям сложно, да, поднять себе ценник, сказать, что вот, слушайте, я не стою там 300 тысяч, я стою 500 тысяч, да, или там поднимите мне зарплату. Но при этом мы восхищаемся людьми, которые ставят себе какой-то классный ценник, да, там, условно, Трусенберг Кабатов стоит там 15 тысяч долларов на вечер, да, или там Кайрат Нуртас стоит там 7 тысяч долларов, да, или пост у Криштиану Роналду стоит там миллион долларов, да, мы такие, вау, супер, блин, это круто, да, вот так вот зарабатывать, или там у Ким Кардашьян стоит тоже где-то около миллиона. Но при этом мы сами как будто бы стесняемся, да, себе поставить ценник повыше. Многие люди боятся, будет ли результат у другого человека, то есть прям вот этот вот страх, и в первую очередь, если копнешь, у него страх даже не за другого человека, у него страх потерять лицо перед другим человеком. То есть вот многие, кто в продажах, особенно, знаете, это касается коучей, психологов, медийных личностей, они боятся потерять свое лицо, свой имидж. Если у тебя фокус внимания направлен на человека, когда ты не о себе думаешь, что твое лицо там пострадает или еще что-то, а когда действительно хочешь дать ему результат, тогда все по-другому происходит. Ну и здесь опять же вот к этому моменту возвращаешься, не научились нас брать? Ну если взять, например, западное образование, как там люди воспитываются, да, там с детства их учат, что деньги-то хорошо, вот надо инвестировать, вкладывать. Во-первых, начнем с того, что их в школе учат себя продавать, да. Все верно. У нас сейчас тоже очень много там различных программ, IB, да, то есть какие-то международные стандарты вводят, где ты видишь, что дети все время что-то защищают, да, то есть защищают проекты, презентации, презентовывают себя, да, какие-то дебаты. У нас, к сожалению, этого нет. Какие есть технологии продаж? Я когда в продажи пришел, мне было сколько там, 20 лет мне было, я устроился стажером в страховую компанию, и я говорю, можно я буду бесплатно работать у вас полгода? Я делал полгода звонки, где-то 150 звонков в день делал. За полгода ни одной продажи не сделал, меня выгнали с работы, где я работал бесплатно. Я думаю, так, ну в продажах же люди зарабатывают, значит, что-то может быть, то есть у меня три таких попытки было, пока что-то начало получаться. Первый секрет, который я понял тогда, я все время ходил, помню, по офису я улыбался, все говорят, ты что, мальчик ку-ку вообще, что ли? Нормально, нет, ходит, всем улыбается. А я думаю, интересно, я улыбаюсь, а клиенты соглашаются, то есть они это чувствуют. То есть первое, это прям вот важен настрой. И второе, я понял, что когда ты совершаешь сделку за сделкой, у меня сначала, я продавал когда страховку, там у меня были сделки 15 тысяч тенге, 20 тысяч тенге. Потом я перешел на более другие контракты, 300 тысяч, то есть дошло до рекордных сумм сделок, там 3,5 миллиона долларов за контракт поступили деньги. Я понял, что принцип-то везде одинаков, и когда ко мне начали обращаться коллеги, они говорят, слушай, расскажи, что ты делаешь, как ты делаешь. Я начал такие небольшие семинары для своих коллег собирать, вообще так в тренерство пришел, то есть случайно. Я им начал объяснять, сам допер, что когда объясняю, думаю, ага, вот же шаги. То есть есть обычная, понятная, простая, вот линия продаж, я это называю, если ты делаешь один шаг, второй, третий, четвертый, не выдумывая ничего, результат будет всегда, абсолютно всегда. Неважно, в какой нише. А что это, воронка? Воронка продаж, это когда ты замеряешь эффективность перехода человека из этапа в этап, а есть линия диалога клиента. Ну, то есть воронка, это же тоже, по сути, диалог, то есть это же степы, когда ты убеждаешь, да, то есть ты проходишь там первый степ, второй степ, третий степ. Ну, воронку правильнее смотреть, это эффективность этапа в продаж, то есть, например, есть человек о вас только узнал, дальше он ушел на контакт, дальше, например, вы ему сделали какое-то предложение, дальше купили, то есть вы смотрите эффективность каждого этапа. А на каждом этапе воронки должна быть своя линия продаж, еще линия диалога, и она заключается в том, то есть продажа вообще строится на том, человек тебе поверил или нет. Вообще люди покупают в двух случаях, первое, им это должно быть надо, второе, они должны в это поверить, все, других нет. И третье, я бы добавила, если эта вещь модная. Ну, на хайпе, да, но опять же, это же возвращается к первому пункту, это ему становится надо, то есть вопрос как бы надо. Ну, иногда вообще не надо. Да, но не надо, это импульсивная покупка. Это же делают маркетологи, да, когда там, условно, сумку-седло Dior, да, дарят там с инфлюзером, они носят, и ты видишь ее просто в ленте, ты видишь ее повсюду, и тебе просто необходима эта сумка. Они создают хайп-мазовочки. А на самом деле у тебя есть эта сумка, другая, да, похожая, но тебе хочется именно эту сумку, или там, именно эту помаду, или именно эти туфли, да? Все верно. Это же на самом деле все проделки и манипуляции маркетологов. Ну, разные есть модели продаж, отчасти, да, то есть, вот если говорить про воронку продаж, да, вот первый этап, это как раз-таки знакомство клиента с продуктом. И вот здесь, если активная модель продаж, то там вот маркетологи, они это все дело прогревают, то есть нужно как раз-таки, они подогревают рынок, и уже когда менеджер подключается, уже лояльная аудитория. Вот, и как раз они создают вот этот первый пункт, что мне это надо. А теперь уже задача у человека, который коммуницирует, просто вызвать доверие. И здесь есть определенные шаги. То есть сначала у человека в голове вопрос, когда ты к нему звонишь, обращаешься, кто ты вообще такой? Человек покупает у того, кому доверяет, и тот, кто помогает решить какую-то проблему. Это же в продажах очень важно. Соответственно, если я звоню, человек должен четко понимать, что я тот, кто решает какую-то проблему. Это первый пункт. Второе, я должен понять, что у него болит у этого человека. Здесь грубейшую ошибку 90% продавцов совершают. Они сразу начинают что-то презентовать, что-то рассказывать, что-то впаривать. И это 90% ты не попадешь в цель. Поэтому второй этап – это всегда задавание вопросов. И у нас еще люди часто путают. Они в продажах, наверное, слышали термин «выявление потребности» и так далее. А я всегда задаю вопрос, что такое «выявление потребности». Я пришел, например, у меня потребность купить телефон. Или у меня потребность купить маркер для доски. Это же потребность, я пришел купить телефон. А если вы начнете общаться с каждым человеком, вы поймете, что эта потребность создана разными причинами. У этих людей. И вот как раз-таки крутые продавцы, они ищут причины. А обычные торгаши, они просто работают по потребности. То есть кому-то, например, телефон нужен для того, чтобы снимать сториз. Вот в моем случае мне важно, чтобы картинка была классная. Мне все равно, как он ловит и так далее. Кто-то в подарок. Кто-то, допустим, я не знаю, себе, потому что он просто любит быть модным. Это же разные триггеры. Поэтому второй этап по линии – это понять, что у человека болит. И третье – уже донести, что я тот человек, который может тебе это все донести. Все, дальше ты уже закрываешь сделку. И вот здесь на этапе презентации нужно просто донести ценности, навешать ценности. И тут тоже, знаете, это же частая ошибка. Вы озвучили, например, цену. Допустим, стоит сумка, например, 2000 долларов. Все, человек начинает возражать. Он говорит, что это дорого. И у нас все начинают, что делать? Слушайте, но когда люди заходят в Луи Виттон или в Гуччи, никто из наших казахстанцев не возмущается, почему Гуччи стоит дорого. Это вот у рынка бренда. Они просто молча покупают эту сумку Гуччи. Но когда приходят ко мне, к казахстанскому производителю, говорят, а почему так дорого, просят скидку. Потому что взять Луи Виттон, это западный, во-первых, он давно уже сделан. То есть они настолько идеологически всеялись в мозг всем, что Луи Виттон – это круто, что это классно. А наше местное – это так себе. Поэтому нам и нужно давать ценности. И вот на этом этапе здесь, когда уже надо презентовать, что делают наши, почему ценность плохая. Они моментально говорят, слушай, брат, забери тогда в два раза дешевле, а еще вот я тебе сверху это дам. То есть они моментально обесценивают себя. Скидки тоже обесценивают? Я 100% обесцениваю. То есть скидки лучше не делать, да? Смотрите, здесь вот такая модель, которую я использую, она очень хорошо работает. То есть я в первой презентации всегда человеку озвучиваю вот именно ценности. Я же услышал, что у него болит. Я говорю, слушай, вот как раз таки, исходя из того, что ты сказал, вот идеальным решением для тебя будет вот это, это, это. Я раскрываю ценности, я не даю здесь скидку. Я ему показываю, что я тот, кто может решить твою проблему. И смотрю, 30% людей без скидки готовы купить. Это вот по статистике. Дальше они говорят, слушай, можно скидку? Я говорю, хорошо, давай сейчас не о деньгах, сейчас давай больше раскрою тебе, что еще сюда входит. Я ему начинаю больше раскрывать ценности. И здесь на втором этапе я уже могу дать какую-то небольшую скидку, но за что-то. Что у нас просто так скидки дают. Ну ты, если купишь сейчас, например, или ты купи две вещи, тогда будет тебе скидка, а иначе за что? И может быть еще третий этап, когда я доношу человеку, например, рассказываю историю, как решили проблему. Вот линия вот такого прогрева в виде презентации, она дает возможность у человека вызвать доверие. Слушайте, ну сейчас народ не обманешь, они все понимают, что такое прогрев. И это хорошо, это круто. И в продажах вообще, в коммуникациях нужно обращать на то, что лишь 5%, не 5, 7% человек опирается на логику. 93% это эмоциональное состояние. И мы невербально считываем, человек сейчас врет или он искренен. Вот это очень важно в продажах. Почему вот эти вот прогревы и так далее, и так далее, почему они всех задолбали? Да потому что человек действует по шаблону, и ты видишь, что он там неискренний вообще. Самая ценная, наверное, вот самая ценная валюта в продажах – это искренность. Вот если вы верите в то, что вы продаете, вот я, допустим, не проходил никогда курсы прогревов и так далее. Я недавно просто вот рассказал свою историю в Инстаграме. И в конце что-то продал. Ну так я же не могу по-другому, я продавец. Я продал просто бесплатно, говорю, придите ко мне на разбор, мы с вами пообщаемся. А я удивился, думаю, интересно, почему у меня Инстаграм охват в два раза увеличился. Сам по себе, думаю, интересно. У меня больше сотни… Потому что у вас был органический прогрев, да? Да, то есть я просто искренне рассказывал свою историю, вот это людей цепляет. Сейчас проблема в том, что у нас многие маски одевают ненастоящие, продавцы очень многие ненастоящие. И люди сейчас стали разборчивее. Все верно. Сейчас они сразу считывают. Я всегда говорю, что сцена и камера, они обнажают человека. Супер. Поэтому нужно что сделать? Нужно заранее обнажиться и вот прийти к людям таким, какой ты есть. Вот это самое классное. Предложите нам креативные идеи для продаж. Вот здесь велосипед придумывать не нужно. Здесь нужно пообщаться с аудиторией. Вот что делают, допустим, западные бизнесмены, что они делают наши, они постоянно исследуют рынок и смотрят на боли рынка. То есть зачем мне придумать велосипед, когда я могу понять, спросить, что у человека сейчас болит и под это создавать продукт. Поэтому, чтобы придумать креативную идею продаж, вот я всегда своим клиентам говорю, вот найти вам анкета, она из 43 вопросов. Пообщайтесь со своими целевыми потенциальными клиентами, которые вам по платежеспособности подходят. Они вам кучу идей дадут. И вот сегодня буквально у меня клиентка есть, она занимается продажей пищевых добавок для женщин для похудения. Я говорю, не нужны им добавки для похудения, им что-то другое нужно, пообщайся. Сегодня с ней созваниваемся, она рассказывает, слушай, они добавки покупают для того, чтобы выглядеть стройнее. Значит, они хотят построить личную жизнь кто-то. Я говорю, так, супер, хорошо. Смотри, то есть не добавка нужна, а личная жизнь. Я говорю, дальше копаем. А у кого-то, говорит, времени нет собой заниматься, она всю себя семье отдает. Я говорю, отлично, то есть это повод себе время уделить и так далее. И, соответственно, продавать не нужно добавку, то есть нужно вот эти вещи брать, продавать. Если ты не можешь уделить время себе и так далее, то есть берешь за это, цепляешься и вот это даешь. А насколько это честно? Вот через боль. Есть модель на хайпе нажиться, а есть модель действительно понять, что на рынке сейчас болит. Вот это разные вещи. Потому что у нас что делают? У нас создают что-то, что не нужно, и пытаются людям впихнуть, а потом это не дает никакого эффекта. Вот это, я считаю, нехорошо. А если ты сначала понял, под это создал продукт, и этот продукт решает вот эту именно проблему, вот это честно и хорошо, потому что у нее-то продукт рабочий. А как найти хорошего продажника? Вот тут боль. Я вам просто цифры приведу. Мы недавно проводили подсчет по нашей компании. За полгода наш HR-отдел пересмотрел 13 тысяч резюме. Из 13 тысяч примерно около 4 тысяч по кандидатам нам более-менее в отдел продаж подходят. Мы где-то кое-как смогли дозвониться до полутора тысяч человек. Из полутора тысяч по собеседованию мы 300 сделали офер. Придите к нам в офис. Из 300 дошли где-то примерно 170. Из 170 мы предложили работать 30. Из 30, знаете, сколько осталось, закрепилось? Только 7 человек за полгода. То есть сейчас большая боль. Люди говорят, работы нет. На самом деле люди работать не хотят. Самое простое, с чего можно начать работу, это в продажах. Для того, чтобы идти в продажи, нужно иметь же какие-то коммуникативные навыки, то есть умение общаться, подойти к человеку. Кто-то с этим рождается, ну вот есть такие люди, да? А кому-то нужно перебороть себя. Нужно наработать этот навык. Но опять теперь, если мы говорим с точки зрения предпринимателя, чтобы мне найти крутого продавца, мне нужно создать систему поиска. То есть вот представьте, 13 тысяч, это сколько нужно звонков. Поэтому у нас даже пусть маленькая компания, но у меня сидит HR и два рекрутера для этого. И они сидят с утра до ночи, смотрят, 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 смотрят. А с какой проблемой к нам приходят, когда мы отдел продаж начинаем создавать? Где, говорит, продавцов взять? Когда ты начинаешь спрашивать, сколько ты собеседований посмотрел? Он говорит, за месяц три. Ну понятно, что ты их нигде не найдешь. В Starbucks нужно идти и собирать официантов. Да, нужно создать поток, хоть в Starbucks, хоть куда, нужно создать поток, во-первых. Во-вторых, вы правильно сказали, продавцами некоторые рождаются, а некоторые становятся. Те, которые рождаются, у них обычно звезда на лбу горит, и вы их вряд ли на работу схантите, а не скажут, слушай-ка, давайте мне очень высокую зарплату. Соответственно, нужно создать программу адаптации в компании. А продажа-то очень просто, это легко. Даже ту линию, которую я сегодня описал. Ну вот у нас, допустим, в компанию, когда сотрудник приходит, он сразу открывается ему корпоративный университет. Я ему там русским языком объясняю. Вот так вот надо продавать. Все. И приходит вообще какой-то чайник, но он хотя бы более-менее умеет говорить, не стесняется людей, уже у него есть результат. Чтобы крутого продавца найти, нужно много отсмотреть и нужно подготовить программу адаптации. То есть нужно все время рынок изучать, рынок щупать. Его не то, что щупать, его нужно сеять постоянно, бесконечно. Я живу в Астане давно, и помните, нам алматинцы всегда говорили, что у вас нет сервиса. Потом неожиданно этот сервис появился. Я, когда захожу в Риц или в Шаратон, я смотрю на наших казахов, казахстанцев и думаю, блин, вы же из столицы, ребят. Спрашиваю, ты откуда? Я с Кощей, я с Ильинки. Я думаю, что происходит с этими людьми, когда они начинают работать в Риц Карлтоне? Неужели их Риц Карлтон так меняет? Да. И я спросила у генерального менеджера, как вы набираете? Он говорит, когда мы делаем набор, и, например, скажем, в лобби или где-нибудь в офисе собирается огромное количество людей, я прохожу мимо и нечаянно бросаю ручку. Я потом запоминаю, кто подбегает, потому что они не знают, кто он. То есть просто человек проходит. Кто подбежал, поднял ручку, он на него делает такую галочку. То есть этот человек, он уже по природе своей отзывчивый. Значит, он уже хоспиталити, значит, он точно может работать в Рице или в Шатоне или в Мэрюте. Когда я набираю продавцов, для меня очень важно тоже брать людей по ценностям, чтобы этот человек был такой открытый, отзывчивый. Но я заметила, что вначале все такие отзывчивые, вначале все хотят что-то делать. Потом люди привыкают, и через какое-то время энтузиазм падает. Тут вопрос, изначально они приходят с масками. То есть человек в продаже, если, допустим, он как-то работал, он очень хорошо может продать себя. Поэтому в продажах для собственников я рекомендую всегда делать групповые собеседования. Когда ты собираешь толпу людей, продавцов, и ты устраиваешь им батл. Ну давайте, ребята, покажите, там очень часто маски слетают. Ты, например, говоришь, расскажи ты о себе, ты о себе, ты о себе. Ты уже видишь, кто как себя проявляет. Потом говоришь, ты продай ему, ты ему, ты ему. Уже сразу видно. Это первый момент. Второй момент, это корпоративная культура. Все-таки, да, вот в Ридс-Карлтоне она присутствует, и там очень хорошая идеология. То есть человек туда приходит, он ею заражается. Если говорить про малый бизнес в Казахстане, да, мы с ним работаем. Там вообще слово корпоративная культура не понимают. Соответственно, мы всегда говорим, и для этого и нужен там HR, для этого нужен образовательный департамент. Ну это громко сказано, то есть какие-то хотя бы базовые вещи, ценности, по которым компания живет. Вот эта идеология должна транслироваться. То есть, во-первых, должен быть фильтр, вот как вы правильно сказали, по ценностям. Дальше должна быть адаптация, и потом вот эта вот как бы кашеварка, общая банка огурцов, она должна присутствовать. А выгорают там, где, ну, во-первых, изначально человек пришел, да, не увидел его истинную какую-то там картину, что он такой есть. Второе, он, скорее всего, был брошенный. Потому что вот по статистике люди, которые в первый год увольняются, они, как правило, решение об увольнении еще в первую неделю своей работы принимают. Потому что там он был брошен, никому не нужен и так далее. Потому что, чтобы не выгорали, нужно вот правильный отбор все-таки был, чтобы, да, и потом вот корпоративная культура, которая вот эту идеологию, культ продаж, в общем, должен быть в компании. Чтобы люди любили, уважали. Не то, что бабки, они должны любить, уважать клиента своего. Но и при этом себя. Тут, вы знаете, грань такая вот тонкая, что есть те, которые не уважают чересчур клиента. И вот, кстати, правило в продажах, в Ридскарлтоне же оттуда пошло, клиент всегда прав. Ко мне приходят, допустим, часто обучаться, и они говорят, слушай, вот как вот с этим правилом? Клиент всегда прав. Вот он приходит, он нам ни копейки не заплатил, он себя отвратительно так ведет, и он еще прав? Я говорю, нет. Откуда взялось это правило? С Ридскарлтона. Я говорю, давайте посмотрим средний чек в Ридскарлтоне. То есть, когда это правило зародилось, клиенты в Ридскарлтон приходили, они сыпали вообще прям вот золотом. То есть, ну, как бы, если он пришел ко мне в офис, золотом посорил, да ради бога, пусть будет прав. Я ему даже ботинки протру, вообще не вопрос. А к нам-то приходят они часто, они отжали тебя по цене, все скидки, какие можно, забрали. Вообще обесценили твой товар, еще и говорят, что ты прав. Я, кстати, не люблю таких клиентов, потому что у нас тоже такое бывает, что в магазин приходят, и, во-первых, ты даешь скидку, во-вторых, человек потом еще и в рассрочку оплачивает, в-третьих, через какое-то время он тебе еще говорит, я хочу вернуть товар. Еще и качает права. То есть, и качает права, и ты понимаешь, что это вообще не твой клиент. Как правильно выстраивать отношения с клиентами, с лояльными клиентами, чтобы они возвращались? Но при этом тоже, чтобы не сильно прогнуться, потому что, ну, когда ты сильно прогибаешься, для постоянных клиентов у тебя какая-то супер скидка, но ты тоже не можешь как бы в убыток работать. Для начала я всегда нашим провокационное такое правило говорю, то есть у тех, если клиент всегда прав, я говорю, у вас клиент должен быть всегда неправ, во-первых. То есть клиент всегда неправ, у всех сразу глаза такие, как это так? Я говорю, ну, давайте разберем. То есть, смотрите, любой бизнес, абсолютно любой, он был создан почему? Потому что изначально у человека была какая-то проблема. Например, стул появился, потому что, ну, сидеть было на камне, наверное, неудобно как-то. Одежда появилась, ну, потому что как-то некомфортно без одежды ходить. То есть сначала проблема, потом решение. Теперь, соответственно, если я эту проблему решаю, значит, я в этом же эксперт, как может быть прав тот человек, который приходит ко мне как эксперту, чтобы я решил его проблему. Вот вы к доктору, представьте, пришли, у вас болит зуб, вы ему говорите, слушай, ты мне вот тут болит, но ты мне здесь засверли, вам доктор что скажет, это ты что? Вот то же самое здесь. То есть ценность немножко нужно свою поднять, что мы не бабки заколачиваем, а мы боль решаем человека, мы проблему решаем, понимаем рынок. Как вернуть, но все-таки вот это вот отношение, ну, как бы если ты его изначально показал, создал какое-то сообщество, экокультуру в компании, они в любом случае приходят. Просто здесь еще проблема, у многих продукт, например, одноразовый, ну, как вот он купил, и все, больше что он там, магазин, да? То есть нужно, значит, общаться опять с аудиторией, создавать что-то им, что будет причиной, что он повторно пришел. Но первостепенно будут люди все-таки ценить, это то, когда ты действительно там вот веришь в то, что ты делаешь, приходишь, и ты решаешь. И улучшаешь качество, да? Улучшаешь, ты улучшаешь жизнь, ты создаешь что-то большее. То есть я, например, когда своим клиентам, что коучинг я веду, что отделы продаж строю, я знаю, что я им, ну, реально жизнь улучшаю. То есть у меня многие клиенты приходят, говорят, Саша, спасибо, слушай, благодаря тебе, например, я вот сейчас семью могу позволить там три раза в год свозить куда-нибудь там на Мальдивы, раньше не мог. Ну, приятно, приятно. Я говорю, насколько ты больше стал зарабатывать? Он говорит, слушай, ну, в два-три раза. Ну, классно, я считаю. Почему это не стоит, должно денег, почему должен стесняться брать с этого деньги? Поэтому здесь вот это вот все-таки подход, я должен понимать, какая там боль, я должен ее решать, эту боль действительно, и тогда будет вот этот вот возврат клиентов. Почему мы должны любить конкурентов? Не знаю, давайте их лучше ненавидеть. Ну, на самом деле конкурент... Я просто заметила, что чем сильнее конкурент, тем круче ты работаешь. Да. Здесь вопрос... Вот, например, если взять там условно Луи Виттон, они же не стоят там рядом с Зарой, Бершкой, да, они стоят рядом с Прадо, даже не с Прадо, они встанут рядом с Гучи, с Дольче Габбана, да, то есть, и они всегда выбирают себе соседей. То есть, сосед должен быть равноценный. И я скажу так, что если конкурентная среда, она большая, они даже и рынок формируют. То есть, например, 8 лет назад, когда мы, допустим, образование начинали, тогда вообще к тренерам относились, там, инфо-цыган, еще как только они называли. А сейчас я рад, что много людей начинает это делать, и есть те, кто действительно это делает качественно, есть те, кто некачественно. Ты на фоне этого выглядишь совсем по-другому, если ты качественный продукт даешь. Поэтому конкурентов надо любить, потому что он тоже вкладывается в рекламу, он тоже создает ценность того, что ты решаешь, он тоже это делает, то есть вы вместе формируете рынок, спрос, конечно, да. И второй момент, он тебе не даст расслабиться. То есть, если взять, допустим, даже нашу экономику посмотреть, почему у нас такой разрыв, у нас есть суперкрупный бизнес, у нас есть мелкий. Как раз-таки проблема в том, что конкуренции нет. Вот у меня мечта, например, большая, для чего мы создаем там отделы продаж, для чего мы это все объясняем, делаем, хотя я не скажу, что это высокомаржинальный бизнес у нас. Ну вот у меня такая большая, наверное, мечта, чтобы сделать так, чтобы наш малый бизнес в Казахстане, чтобы он дотянулся хотя бы до уровня среднего. А средняя это среда, если взять, допустим, сравнить нас с западными странами, то это основная часть экономики, в той же в Европе, в Америке. А у нас основная часть экономики лежит там на какой-нибудь госкорпорации. Вот и вам отсутствие конкуренции. Соответственно, к нам не идут инвестиции и так далее, и тому подобное. Потом конкуренция, она всегда рождает больше какой-то вот продукт лучший. То есть что-то вот, ну ты задумываешься хотя бы о клиенте, а когда монополист, ну извините меня там. Ну смотрите, когда я прихожу к малому бизнесу, я заметила такую тенденцию. Так как я занимаюсь рекламой, если сам собственник бизнеса контролирует маркетинг, отдел маркетинга, маркетологов, да, у него есть доступ к инстаграм-странице, у них все хорошо. То есть мы пришли с командой, отсняли классный ролик, лиды пришли, и собственник проконтролировал, чтобы эти лиды преобразовались, ну как бы в деньги, да. Но часто бывает, что ты приходишь, а отдел продаж никакой, да, то есть они все эти лиды вообще куда-то исчезли, то есть ты там привел их. У меня вот в Турции так было, я привела к ним толпу людей, да, а там, в общем, она отвечала через раз. На них слили благополучие. Слили просто, да, и в итоге как будто бы ты плохо сработала. На самом деле я-то знаю, что я сработала максимально круто. Поэтому вот здесь очень важно, мне кажется, чтобы собственник понимал, как работает его отдел продаж. Для этого же там существуют CRM-системы, да, чтобы ты видел, как работают. Очень часто к нам обращаются именно маркетинговые компании. Они говорят, Саша, сделай что-нибудь, потому что, говорит, мы пригнали кучу клиентов, нам сейчас кидают претензии, что там эти клиенты не целевые. Ты послушай, они сами все слили. И очень часто к нам, допустим, там блогеры тоже обращаются, те, кто рекламу продает, они говорят, иди там что-то сделай так, потому что я им рекламу запустил, блин, мне моя репутация нужна. Мы там это все выстраиваем, бах, тот же самый трафик, он окупается в 5, в 10, в 20 раз. Это первый момент, то есть, что с рекламой обязательно нужно отрабатывать еще, чтобы отдел продаж был. То есть я спрашиваю, у вас нормальный отдел продаж? Если это классная компания, да, то есть у них все выстроено, то есть там все четко работает. Вот я просто приведу пример. Мир керамики с 19-го года работаем, у них 22 магазина, потому что соосновательница, да, она сама контролирует маркетинг. То есть она сама заточена, да, на то, чтобы, потому что она сама в теме, это семейный бизнес, и она хочет еще больше продавать керамики, еще больше магазинов открывать, и она там ни одного клиента не упустит, да. А есть компании, где, ну, отдел продаж спит, да, или там вообще всего лишь один продажник, и все, и он там ушел. Здесь боль даже нисколько в собственнике, здесь боль в системе, потому что собственники, они чаще всего настолько погружены в операционку, он занимается и тем, что товар отгружает, и клиентов ищет, еще и должен менеджеров контролировать, еще и поиск персонала. То есть они физически иногда это просто не успевают, они думают, что у меня есть отдел продаж, это какая-то там комната черная, я туда даже заходить не хочу, что-то там как-то работает, и все. То есть здесь очень важно, чтобы была именно выстроенная система, вот как раз то, что мы делаем. Собственник бизнеса, он должен как бы у руля находиться, его задача вдаль смотреть, но если он сюда в операционку ныряет, он не может вдаль смотреть. Слушайте, но Стив Джобс он нырял в операционку? Стив Джобс нырял в управление, то есть у него выстроены были все процессы. Он мог пойти к своим айтишникам, да? Он мог пойти, но он смотрел, как процесс работает. Презентации новых айфонов он делал лично сам. Супер. То есть смотрите, вот есть задача собственника бизнеса смотреть вдаль, презентовать, вдохновлять. Но если бы он сам, представьте, сидел, собирал эти айфоны, к чему бы это привело? К какому масштабу точно не привело? То есть собственнику бизнеса нужно, помимо того, что иметь отдел продаж, ему нужно выстроить эту систему. То есть должны быть центры контроля, которые управляют отделом продаж. То есть это руководитель отдела продаж. По поводу CRM-системы тоже вы правильно сказали. Без этого вообще невозможна эффективность отдела продаж смотреть. То есть там обязательно должен быть аналитик, человек, который смотрит эффективность. И вы, допустим, когда заходите в компании, вы можете сразу там вот несколько вопросов задать, есть ли у вас руководитель отдела продаж вообще. Как вы эффективность контролируете? Как вы вообще просчитаете, сколько заявок от нас прошло? Уже четко сразу будет понимание. Тех, кстати, кто у вас под подозрение, попадает, вы можете к нам отправлять, мы бесплатно аудит сделаем. Я вам скажу, ребят, слушайте, у вас здесь вот так и так просадка, вы к Динари потом претензий не предъявляете, потому что вот тут вот в отделе продаж у вас просадочка идет. Вот, например, вы говорите, отдел продаж спит. Скорее всего там система мотивации никакая. Если ты спросишь, допустим, какая зарплата, он скажет там 300 тысяч. А есть какие-то бонусы? Нету. А какая тогда мотивация им продавать по заявкам, которые Динара сейчас отправила? Хотя это, если у меня есть мой довольный клиент, я все равно 300 тысяч по ним получаю, а когда от Динары неизвестно, пока кто пришел, мне же с ним нужно общаться. То есть все, первый вопрос системы мотивации. Значит, нужно поставить так, чтобы раз уж мы сейчас работаем с кем-то из блогеров, значит, должна быть отдельная, может быть, какая-то система мотивации на клиентов, которые от Динары пришли, например. И те, кто их продадут, повышенный бонус получат. О, тогда у них уже будет мотивация. Но блогеры сейчас хорошо продают. Блогеры сами хорошо продают. Но если я запустил кому-то рекламу и потом там отдел продаж не сработал, тогда, конечно, эффекта не будет. Но я могу точно по себе сказать, что все, что я продавала именно благодаря звездам, это всегда очень круто продается. Когда мы открывали отель Монако, мы сделали концепцию, что у нас такой отель для звезд, и для звезд у нас там супер цена, там какая-то промо цена, типа 10 или 15 тысяч тенге. Я всех своих друзей обзвонила, всех ивенщиков, я сказала, супер цена. Единственное, когда не жалко, сделайте сторис или пост. И это сработало. Потому что я вообще заметила, что все, что со звездами, оно очень быстро набирает обороты, и на это как бы нельзя жалеть деньги. Конечно, это же кредит доверия, человек на это смотрит все. Но у вас еще хорошее качество, вы хорошо переговоры ведете. Это ж надо заморочиться, прозвонить, сказать, чтобы точно было. Нет, ну что, когда мне нужно, я это могу сделать. Это же на самом деле несложно. То есть если ты заинтересован, то ты это сделаешь. Я, например, когда даже веду переговоры с рекламодателями, я не только там себя продаю, я предлагаю сразу там Алишера предлагаю, Бейбета предлагаю, Баян предлагаю. Вот это и есть правильный подход. Потому что я понимаю, что я заинтересована в том, чтобы это продалось. Когда строился ЕС Апарт-отель, я сказала, блин, если вы возьмете еще Алишера, это вообще будет круче. То есть и ты знаешь, что ты продаешь хороший продукт, но когда с тобой еще рядом тоже профессионал, и очень сильный тоже продажник, то есть это будет круче, быстрее работать. 100%. И вот возвращаясь к теме конкуренции, то есть мне кажется, сейчас не нужно видеть конкуренцию, нужно видеть коллаборацию. Рынок большой, мы друг друга все дополняем. То же самое в нашем бизнесе, мы всегда рекомендуем друг друга, направляем где-то как-то. Потому что моя задача, чтобы у клиента действительно был результат, иначе за что я беру деньги тогда. Давайте поговорим о сетевом бизнесе, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что тебе просто в лоб вот так продают, и когда ко мне кто-нибудь звонит, я говорю, так, кто дал мой номер телефона? Я понимаю, что человек мой враг. Потому что я терпеть не могу, когда ко мне звонят сетевики. Расскажу вам классный пример из моей жизни. Ко мне позвонила моя знакомая, и она говорит, слушай, мы хотели бы к тебе прийти вечером, там кое-что показать можно? Я говорю, а что кое-что? Она говорит, ну классная вещь, но можно мы тебе придем и покажем? И мне неудобно было ей отказать, я такая, да, хорошо, приходи. И в общем она приходит с командой, то есть я открываю дверь, заходит девушка, моя приятельница, и за ней просто там толпа людей, и они заходят там с коробками. Пылесос Хайла реально крутой. Честно, вот если бы ко мне позвонила вот ее подруга, не моя приятельница, а ее девушка, подруга, то я бы, наверное, ее отшила бы и сказала, вообще не вздумайте больше ко мне звонить. Но этот ход такой был классный, то есть они пришли, они презентовали этот пылесос, я сама там влюбилась, я реально его люблю и по сей день пользуюсь и большим, и маленьким пылесосом. Но это был такой хороший ход, через знакомых продать мне. То есть я купила этот пылесос, я его прорекламировала и пользуюсь этим пылесосом. Но когда мне напрямую звонят сетевики, я, может быть, это там классный действительно продукт, но я скажу нет. Вот что делать сетевикам? Ох, кстати, мы в 19-м году запускали MLM Академию, мне в свое время очень много сетевиков обращалось, я там обучал практически весь там сетевой бизнес Казахстана, они меня точно знают, и СНГ. Я смотрю, у них там очень много боли, и мы прям создали отдельную онлайн-платформу, MLM Академия мы ее назвали. То есть сейчас уже ушел тот век холодных звонков, нафига их делать, эти холодные звонки, когда сейчас есть социальные сети, когда сейчас ты можешь запустить спокойно рекламу, когда ты можешь там рассказывать блок какой-то, и к тебе очень много будет идти людей. То есть вот в сетевикам я, наверное, точно бы не рекомендовал сейчас заниматься там холодными. Они до сих пор используют холодные звонки. Ну это по старой школе, которая работает. И многие, знаете, вот ко мне обращаются в компании, допустим, сетевые, и там есть лидеры старой школы, есть лидеры новой, у них все время война, бойга. Они говорят, ну Саш, ну ты хоть донеси ему, ну что, уже пора нам переходить на новую долю. Нет, мы же по этой работали, значит, так и должно быть. Но это уже вымирающий вид. Я сам просто вырос на холодных звонках, но я звонил в компании B2B, то есть там гораздо легче это сделать. В сетевых я тоже в компаниях работал. Там приходится учащеряться, но ты отчасти вынужден обманывать человека. Ты ему что-то такое расскажешь, чтобы назначить встречу, и потом как бы понятно, что происходит. Из этого там и выгорание очень часто происходит. Поэтому сетевикам что делать? Им выходить из активных немножко в продаж, им нужно в блогеры вообще, то есть им нужно создавать из себя бренд. Коллаборироваться нужно тоже. Мы когда сетевые прокачивали, я говорю, вот смотрите, у вас кто-то есть, например, лицо бренда. Есть? Есть. Зачем, говорю, вы все пытаетесь? То есть смотрите, я говорю, создайте из своей компании. Вот этот вам генерит трафик, он создает поток. У вас есть люди, которые хорошо отрабатывают заявки. Вы же все в структуре, как разница, все заинтересованы. Вот эти пусть отрабатывают заявки, которые тот вам сделал. И всех людей этих ставите под себя. То есть все равно у вас работает, все вы зарабатываете. Не все эти вещи понимают. Поэтому мы, вот я рекомендую прям сетевикам внедрять в свой бизнес сейчас элементы классического маркетинга, классических продаж. Оно будет очень хорошо работать. Но у них там стоят же KPI, то есть там 100 продаж сделать. И они бедные, не знают, что им делать. Вот. Вот это и делать. Мы на сетевые компании прям запускали трафик. Но здесь очень аккуратно нужно, потому что реклама блокирует, если ты там будешь видеть MLM. Если ты продаешь продукт, очень хорошо. Допустим, если это какой-то там продукт, связанный с чем-то там, омоложение, еще что-то, пожалуйста, запускайте трафик на мастер-классы. Пусть будут мастер-классы, приходит человек, ты его здесь показываешь, тут же ты предлагаешь продукт. То есть продаешь услугу, направляешь на это. Но звонить в холодную по знакомым, ну это так себе, я скажу. То есть это уже модель себя. Ну вот этот способ, как сделали со мной, он работает. Потому что знакомая была. Да. Вот через знакомых оно работает, всегда работает. Если ты звонишь в холодную, незнакомому человеку, еще это физическое лицо, ну я, например, тоже такие трубки не беру. То есть это уже так себе. Но ты выгоришь очень быстро. Вы сказали, что скидки обесценивают. А как правильно вообще делать скидки? Есть классный способ, там те, кто в продажах, они его знают. Называние цены есть классный способ. То есть кто-то его называет сэндвич, кто-то называет бутерброд. Ты когда называешь цену, ну допустим, да, вот что вы, что можете вспомнить, что вы дорогое покупали, например, вот в последнее время? Автомобиль. Автомобиль. Супер. Этот у вас, Кадиллак, да? Да. Вот, отлично. Вот теперь смотрите, примерно стоимость мы его можем назвать? Да. 38 миллионов. 38 миллионов. Вот теперь смотрите, есть вариант номер один. Представьте, вот вы проехались на этом автомобиле, все классно, вы в него влюбились. И тут я говорю, Динара, с вас 38 миллионов. И у Динары сразу холодный пот, думаешь, ею маю, столько денег отдать. Да, то есть вы уже забываете о том, сколько кайф этот автомобиль принес, вам нужно деньги взять. А есть способ напомнить человеку о ценностях и вшить туда цену. Например, там, учитывая то, что в стоимость Динар входит сейчас, то, что автомобиль по акционной цене, там, цена его 38 миллионов, в эту стоимость еще входит то, что мы его обклеим, там, в цвет, который он сейчас у вас обклеен, да, или там, что в эту стоимость хватает такая-то комплектация, или вот, то есть озвучить то, что человеку важно. Вот. То есть это уже воспринимается по-другому, когда ты говоришь, что в это входит, это входит, и посерединке цена. То есть вот это я рекомендую. но у меня не скидку сделали. Ну, тем более. Вот смотрите, учитывая то, что автомобиль стоит 40 миллионов, Динар для вас, он, например, будет стоить 38, также в эту стоимость мы еще и вам шины подарим, уже воспринимается совсем по-другому. То есть это вопрос формулировки. И не озвучивать никогда скидку сразу в первой презентации. То есть, например, если бы я на месте их был бы, я бы им все время говорил, что она стоит 40 миллионов, 40 миллионов. Вы знаете, я влюбилась в Кадиллак в Москве, когда была на презентации Кадиллака Эскалейда. И там вообще ничего не говорили про Эскалейд. Там просто, как работают крутые маркетологи, то есть они работают на уровне гормонов, то есть они вызывают гормоны радости. То есть презентация была на суше, на воде и воздухе. То есть мы сначала на яхте доплыли до вертолетной площадки, затем с вертолетной площадки долетели до локации, откуда мы на Кадиллаках Эскалейд 4 часа ехали до Москвы. Я тогда оценила этот корабль, я влюбилась в него. И вот я поняла, что на самом деле современные новые маркетологи, то есть они вызывают эмоции. Все верно. И когда ты влюбляешься, тебе потом без разницы, сколько это стоит? 100%. И человек мыслит-то образами. Касательно цены вообще нужно рисовать картинку. Вот смотрите, машину продать это как раз нужно тест-драйв. То есть вы сели, вы сразу почувствовали. Вот хороший продавец я, я всегда продаю через истории. То есть клиенту нужно нарисовать историю в голове, как он себя будет ощущать, что он будет. Будущее продать, да? Конечно, да. Причем будущее два варианта я рекомендую сделать. Будущее с нами, и как ты будешь кайфовать. И будущее как без Кадиллака, вы уже без него жить потом не можете. Как это, да? То есть обязательно историями нужно рассказать, потому что человек мыслит образами. А как продать недвижимость? То же самое, приглашать нужно. Кстати, очень часто обращаются агентства недвижимости, и у них, смотрите, какая проблема. Они заранее думают, они так и знают, они знают заранее за клиента, что нужно ему. Но человеку, особенно когда он покупает недвижимость, ему важно выговориться, потому что он думает, что сейчас мы же каждый день квартиру не покупаем. То есть ему нужно высказаться, чтобы он понял, что все его боли озвучены, что они ему дадут именно ту вот квартиру, которую нужно. И часто риелторы совершают ошибку. Они услышали, так, какой квадрат, все, они уже по типу клиента понимают, что ему нужно. И они начинают ему просто сразу вдалбливать, говорить, что это надо. Ему может быть это и надо, но он просто не раскрылся, не выгорелся. Поэтому, чтобы продать недвижимость, я бы спросил, наверное, такие вещи. Я бы сказал, расскажите, пожалуйста, вообще, какая недвижимость вам нравится, и что в ней нравится, помимо технических вопросов. Пусть он мне опишет, что ему нравится. Дальше я бы спросил, а что не нравится, какие типы недвижимости точно вам не предлагать. И какой вариант вы бы хотели в идеале, просто пусть он расскажет. Часто при покупке недвижимости они говорят рядом, чтобы была школа, еще что-то, то есть какие-то сопутствующие моменты. Все, и когда ты уже это выслушал, ты говоришь, исходя из того, что вы сказали, пожалуй, идеальным вариантом будет. Знаете что, давайте садитесь, поехали прокатимся. Но вот риэлторам конкретно подсказка, нужно слушать, больше спрашивать, интересоваться, потому что они прям вот пропихивают свое, навязывают, вот это вот как бы людей часто отталкивает. А в коучинговом договоре вы как прописываете? Условно, вы обещаете, что человек сегодня зарабатывает там 200 тысяч тенге, вот после моего бизнес-коуча, да, ты будешь зарабатывать 2 миллиона. Мы это прям прописываем, фиксируем в договоре. А если не получается? Тогда я обязан вернуть ему деньги. Возвращаете? Честно. У меня всего было 2 случая, когда я вернул деньги, я вернул деньги еще в моменте нашей работы, потому что ты видишь, коучинг это больше про работу с подсознанием и с мышлением. И здесь у человека важно, у него должна быть готовность меняться, потому что не все люди готовы, сами знаете, там историчные выгоды и так далее, ему выгодно там в этом состоянии находиться. По моей конверсии примерно 95% людей получают результат, остальным возвращаем деньги в 100% размере. Бывает такое, даже знаете, я звоню и говорю, так, ну ты понял, что я звоню, тебе вернут деньги, потому что мне не нравится, что ты халатно относишься, не выполняешь, пожалуйста, не возвращай, я говорю, нет, я верну деньги. То есть в нашем случае клиенты просят, не возвращай, я им возвращаю. И в договоре мы прописываем мало того, что договор, сумму, это же вопрос ментальных установок, то есть мы на разборе, когда копаем, я прям нахожу, какая у него есть программа, очень много там у людей программы рабства стоят, программы там запрета на денег, то есть это прям вот запретные. А есть такие, которые заплатят вам деньги и все, и думают, что вас взяли в аренду, и теперь, Саша, будь добр, делай все. Такие тоже есть, поэтому им тоже очень быстро возвращаются деньги, и они уходят далеко, и в небыкти. Коучинге часто жалуются, говорят, ну оплатят тебе какое-нибудь там мероприятие, да, и думают, что все, ты теперь раб. Вот, вот поэтому я всегда практикую принцип, особенно в коучинге, клиент всегда неправ. То есть я выбираю того, кому продать, я выбираю тот, у меня очень строгий отбор вообще людей, которые ко мне могут попасть на работу, что мне хочется действительно, вот точно так, как у вас, мне важно, чтобы у человека был результат, потому что я знаю, что там, если он пришел с запросом на деньги, улучшатся не только деньги. Вот на опыте даже, вот уже могу сказать, там вот пришла девушка, она, допустим, с запросом там по реализации, говорит, вот у меня что-то бизнес не идет, и так далее, и так далее. А у нее параллельно проблемы со здоровьем, то есть вот у меня клиентка была, у нее онкология, она говорит, я сейчас не могу там вот что-то как-то, я поехал в Корею на обследование. Я говорю, стопе, давай-ка мы сейчас с тобой этот момент проработаем, с деньгами тоже параллельно. Она приехала всего на два дня с Кореи сюда, мы успели с ней встретиться, два часа мы с ней поработали, это вот чудо, я не знаю там, как это работает, она возвращается в Корею, делает анализы, у нее ничего нет. То есть у нее вот, они говорят, а что вы сделали? Она говорит, ничего я не сделала. После этого она мне говорит, слушай, я еще в этом... Блин, я не верю в такие истории. Вот и удивительно, когда я тоже говорю, так, подожди, ты меня обманываешь, ты врешь там, что-то как-то это, показывает анализы, все, я думаю, ну интересно вообще. Мало того, продолжает меня удивлять, звонит мне через месяц, говорит, я в этом месяце 50 тысяч долларов еще заработала. Я говорю, окей, когда мы смотрим ее запрос, то есть эти моменты и были записаны. Онкология, это тоже очень частая проблема, она из психики идет, то есть это конфликт подсознательных программ, когда человек в чем-то себя не принимает, и этот процесс очень долго в человеке идет, уже эмоции настолько, да, вот они как бы там засели, что оно уже начинает оторгаться в виде тела. Если на начальной стадии, очень часто, кстати, эти проблемы уходят, когда ты работаешь с подсознанием. Понятно, что если там тяжелые какие-то ситуации, там нужно комплексно подключать, но вот если взять, например, там вот в Америке, где я обучался, да, там этим технологиям, у них прям есть терапия, обязательно это люди проходят, и конверсия там, исцеления от онкологии, конкретно, через работу с подсознанием, она очень высокая. Когда к нам обращаются за рекламой, я вижу классный товар, да, но находится, блин, локация, честно говоря, где-нибудь там на правом берегу, ну, я еле как нашла через Тугиз, да, я говорю, как вас найдут клиенты, но товар классный, то есть иногда люди как будто бы не понимают, что локация это очень важно. Что вообще вот важно, какие пункты важны в продажах? Территориально, если, да, локация, ну, вот у нас в стране это прям вот, ну, рулит, я могу даже по нашему бизнесу сказать, потому что раньше мы, например, клиентам продавали, допустим, просто по телефону мы общались, да, очень сложно как-то, там к ним едешь, там что-то как-то, потом говорю, слушайте, давайте будем всех, у нас же Казахстан чем славится? Мы гостеприимные, давайте сделаем офигенный офис, давайте всех будем приглашать на чай и будем общаться. и не поверите, сразу в три раза компания выросла. Но я заметил такую вещь, ко мне приезжают, вот, ну, как бы там, когда с другими странами ты работаешь, там это вообще особо их не колышет, главный результат. У нас они говорят, Саш, классный офис, что в таком месте-то находится? И прям все мне, каждый второй это говорит. Я говорю, ладно, из-за них сейчас мы ищем там локацию, меняем там в более элитный какой-то район, перебираемся, потому что для наших клиентов это очень важно. Если взять, например, ритейл, могу сто процентов сказать, что там выгоднее даже переплатить из-за локации, потому что трафик будет сразу окупаться за счет этой проходимости. Но опять же здесь нужно, наверное, анализировать, да, то есть что там для твоей аудитории, где она обитает. Потому что сейчас для многих важно, например, там есть онлайн-магазин и так далее, то есть кому-то локация вообще не нужна. Поэтому все отталкивается от целевой аудитории. То есть я всегда их делю на сегменты, смотрю, что важно этим, что важно этим, что важно этим. Я же не могу всем угодить. Я поэтому сосредотачиваюсь, например, на этих, на этих. И под них я уже создаю свой продукт и локацию и так далее. А вот агрессивная реклама, агрессивный маркетинг, он не вызывает отторжение? По крайней мере, тех, кого я видела в ютюбе, бесконечные там, когда ты просто смотришь какое-то классное интервью и выходит без конца этот человек, да, все, я уже, ну там, где-то на 20-30 раз, я думаю, блин, он меня достал, да, просто. Но тем не менее, вы его запомнили. Вот теперь смотрите, здесь на рекламу и на продажу ни в коем случае нельзя смотреть через точку зрения собственного мнения. Вот это вот ошибка тоже многих. То есть здесь всегда нужно анализ смотреть. Я могу точно сказать, что если вы видите эту рекламу изо дня в день, она вас жутко бесит, если посмотреть в цифрах, значит она дает результат. То есть агрессивная реклама, она иногда тоже работает. Вы знаете, есть один классный бизнес-тренер, я до того, как он подал в ютюбе какую-то супер-агрессивную рекламу, я к нему очень хорошо относилась и он мне нравился. Но после вот его агрессивной рекламы он мне перестал нравиться. А агрессивная вы имеете в виду подача или слишком? Много. Слишком много. Слишком. Но это, видите, Динара, это же ваше субъективное мнение. Давайте поговорим о Маргулане Сесимбаеве, потому что вы несколько раз писали с ним интервью. Вот чему лично вас он научил? Меня он чему научил? Он меня вдохновил во-первых, жить в дисциплине, потому что я понял, да, общаясь с ним, что... А что вы раньше были недисциплинированным? Я дисциплинирован был там в спорте где-то как-то, но я это не проецировал на работу, то есть я понимал, что вот, ну, есть элементарные вещи, я как бы потом параллель начал проводить, что раз ты это делаешь, ну, в спорте регулярно, там и есть результат. Соответственно, в бизнесе тоже это нужно. Потом меня его поразили дипломатические способности, потому что мы, когда с ним писали интервью, ездили к нему в сад вишневый, там у него есть несколько садов, один уже сформировался, вырос, а другой они только засаживали, и там ситуация была такая, забастовку небольшую устроили, короче, сотрудники. Ну, там контингент сотрудников такой, это местные жители, как бы такие, они там сейчас, хай-вай, и я сразу, у меня на эмоции, я думаю, так, блин, я бы в такой ситуации, наверное, в драку бы полез, не знаю. Он очень так классно все это зашел, такой, так, хорошо, кто главный, давайте расскажите мне, что вы хотите. Он прямо осадил, опыт прям очень сильный чувствуется. Он осадил, он говорил, вот вы сейчас здесь работаете, а я вот это все создал, вы думаете, это что, мне просто так даром удалось. И потом очень хитро, он так говорит, так, кто из вас самый главный, давай пойдем туда, ты мне все на бумажке запишешь. Все, разрулился, конфликт на ровном месте. И еще... Это он же, это уже политтехнологии. Это да. И второй момент, я тоже наблюдал, как он личный бренд свой создавал, потому что мы с ним впервые познакомились в 2017 году, как только он вернулся там с Эмиратов. Он начал выступать, то есть мы ему организовали там первые встречи, форумы. Я, кстати, была на одном из первых форумов в 2017 год. Да, да, да. И затем он начал давать серию интервью. Вот, потом пошло, 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 то есть, и как бы вот он очень, прям видно, у него есть способность видеть дальнейшие цели. И еще он все структурирует, то есть инструкции везде дает. Вот в одном из интервью тоже он мне сказал, что такое бизнес, говорит, деньги в бизнесе, это, говорит, выхлопные газы. Я такой, когда интервью сидишь, не спишешь, и у тебя инсайты прям, ты такой, тут же в бизнес это все не даешь, точно. И ты, говорит, едешь и смотришь все время, говорит, в зеркало заднего вида, а там выхлопные газы. Ты куда едешь? В столб. А я, когда интервью записывал, у меня в тот момент прям в бизнесе конкретно прям кризис был. Ну, точно, я же в столб приехал. Куда я смотрел? Говорю, все время на деньги смотрел. Говорю, твоя задача вперед смотреть. И вот такие вот вещи, они прям очень сильно вскроют. Вообще, в принципе, общаясь с ним, масштаб мышления. Вот я понимаю, мы все люди, мы отличаемся именно масштабом мышления. Если взять, наверное, Маргулана, он берет вот этим. Масштаб мышления, это, конечно, уровень топ. Ну, вот вы не сапожник без сапог? В плане продаж или в плане денежных результатов? И первое, и второе? Вот это для меня тоже очень важно. То есть, ты должен соответствовать и давать результаты, сам иметь то, что ты делаешь. То есть, это прям очень важно. Поэтому я людям всегда говорю, ребят, вы меня не слушайте, пожалуйста, вы придите, посмотрите. У нас даже консалтинг проходит, он у нас в офисе проходит. То есть, люди сидят, и они смотрят. Я не участвую даже в этих процессах чаще. Я больше вот с коучингом работаю с людьми, да, индивидуально. Они приходят к нам с ноутбуками, смотрят наши инструменты, внедряют. Они говорят, слушай, вот я придя к тебе в компанию, я понял, что это такое. На твоем примере я это внедрил. То есть, это тоже очень важно. И доход тоже это очень важно. То есть, если я уж с людьми, допустим, работаю, да, но это тоже, знаете, оно, я к этому пришел, как бы ты решил проблему, ты начал об этом говорить. Люди говорят, слушай, а мне помоги, а мне помоги. То есть, я когда показал людям, что вот я вскрыв там подсознательную свою там программу, и потом увидев, где я недозарабатываю денег за два месяца, увеличил доход в четыре раза, многим это стало интересно. Я понял, что у других точно так же. А так, естественно, я им показываю свои результаты. Но я говорю, ну миллионером, долларом я точно не научу тебя быть, потому что я пока долларом миллионером не являюсь. Ну вот, например, на таком уровне, да, вот малый бизнес, это смело, я могу тебе дать тот уровень. Поэтому нужно, наверное, кем ты являешься, о том и говорить, то и показывать. Вот это все-таки людей. Я врать не умею. Вот я, когда я начинаю, что ты делаешь. я считаю, что это классное качество. Искренним быть. Искренне. И быть честным, это, знаете, игра в долгую. Честность, это вообще моя мораль по жизни, с этим я живу. Последний вопрос, который я хочу вам задать. Очень многие люди оценивают своих покупателей по одежде, хотя, ну очень часто так бывает, что именно человек, который выглядит очень просто, да, имеет больше денег, больше возможностей. И почему вот важно людям перестать судить покупателей по одежке. Я вообще, знаете, такое, наверное, задание бы рекомендовал сейчас сделать тем, кто, например, смотрит, и вы занимаетесь в продаже. Вот прямо сейчас можно вот остановить это видео и выписать пункты, что вас бесит в продавцах. Вот, например, Динара, вот вас какие продавцы раздражают по пунктам? Что их бесит? Навязчивые. Навязчивые. Еще? Ну, только навязчивые, наверное. Только навязчивые, которые без конца за тобой ходят, не дай бог, там, в фейсбуке нажмешь на какую-нибудь ссылку, потом они тебя начинают названивать. А если он, например, вы чувствуете, что он вот вам хочет продать только ради денег, вы же это чувствуете? Такие нравятся вам? Нет. Нет. А если он пришел, и он вот... Мне знаете, какие нравятся продавцы, которые тебе хотят помочь? Вот, это важный момент. И продавцам нужно просто, вот сейчас вот, например, каждый из нас же является и продавцом, и покупателем. Вот, когда ты составишь список, меня тоже бесят, там, назойливые, бесят те, которые ради денег, которые вот думают только о своей выгоде, которые вообще там как-то сейчас о ком-то другом думают, я для них не тот единственный, который сейчас они должны обслужить. Когда этот список составляешь, ты думаешь, вот сволочи, бесят. А вот здесь уже интересный момент, ставишь себя на место клиента и смотришь на себя глазами покупателя. И по этому же списку пробегаешься. И обычно тебе становится больно, потому что ты видишь, что ты где-то три пунктика точно сам тоже косячишь. То есть, вот это такой самоанализ, я его регулярно делаю, постоянно смотрю и думаю, где, что я сделал не так. Но это в целом вообще в жизни очень хорошо помогает этот прием, когда ты ставишь себя на место другого человека и понимаешь вообще вот эта эмпатия, да, ты понимаешь, что он чувствует. Вот, и в продажах это прям очень сильно работает. То есть, проблема в том, что люди не ставят себя на тапочки другого клиента. Кстати, о продажах, да, я уже на эту тему две книги написал и как раз в первой книге очень много упражнений. где мой подарочек? Ах, елки-балки. Да, что-то я думал, что я забыл. Вот, точно. Значит, будет повод еще раз нам с вами встретиться. Я знаю, у вас в 2018 году вышла книга «Крутые продажи». Да, и в 2020 году «Антиковид». То есть, первая книга, она была направлена на то, чтобы обучить продавцов к продажам и вторая уже направлена на то, чтобы систематизировать. Первая как раз есть такое вот задание, то есть, выписать и посмотреть. Что же ты сам делаешь такого, что ты не даешь? И вообще вся книга вот как раз про то, что вы сказали. Поставь себя на место другого, поставь себя на место другого, потому что продавцы все время засели в своей позиции. Как же я мог забыть книгу вообще? Сейчас сижу и думаю. I don't know. Значит, вы мне должны еще тренинг. Точно, с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин